Вдохновляющее лидерство – это действительно событие, которое может произойти. Обратите внимание на слово «может произойти». Это значит, исключительно от вас зависит, готовы ли принимать информацию или не принимать. Сразу проговорим, что такое «согласен» и что такое «несогласен». Если вы сидите и начинаете меня сравнить с каким-то другим спикером, которого вы раньше слышали или не слышали, и говорили, в принципе, неплохой мужик, что-то там толковое говорит. Мне в целом это неинтересно, мне вообще все равно. Мне важно, чтобы вы для себя поняли, что то, что я говорю, возможно, отличается от того, с чем вы согласны. И для меня важно, чтобы вы для себя поняли разницу. Вам не надо быть согласным или не согласным с тем, что я говорю, но попробуйте принять информацию, даже если вы с ней не согласны. Чтобы она немного пожила в вашем сознании. Вы всегда ее можете отпустить, всегда можете сделать. Но проблема заключается в том, что если мы не запустим возможные вещи, которые дают нам возможность для роста, ничего не произойдет. Три главных слова первой части. Три. Они должны быть вам вот просто, если вы их сознали, поняли, это классно. Первое – важно. Второе – приоритет. И третье – маленькие шаги. Это три ключевых значения, которые я хочу, чтобы мы с вами через час, через полтора точно понимали, что мы в этом с вами одинаково мыслим. Итак, вдохновляющее лидерство. Поехали. Меня зовут Роман Дусенко. Время тратить на то, кто я такой, что я занимался, какие у меня регалии, сколько денег я заработал. Вы это все сможете найти в интернете. Поищите, если вам будет интересно. Я про себя скажу две простые вещи. Я помогаю компаниям создавать сверхамбициозные стратегии, а людям создавать свое новое будущее. Обратите внимание, не просто будущее, а новое будущее. Потому что просто будущее – это то, в котором вы живете сейчас. У нас нет ничего другого, кроме текущего состояния. И это то состояние, в котором вы живете, потому что оно для вас важно. Все, что у вас есть и все, чего у вас нет, это только потому, что это вам важно. Поехали. Итак, у нас с вами будет две сессии по три часа. Шесть часов. В целом это неплохо. Это достаточно серьезно. Это, по сути, шесть часов коучинга. Поэтому у меня сегодня с вами на «ты» – это твой тренинг, как будто мы с тобой, с каждым отдельно сидим друг напротив друга. Или у нас личный вебинар, или мы с тобой в переговорной комнате. Буквально недавно, когда я сидел в самолете и летел в Ташкент, даже не в Ташкент, а в Алма-Ату, у меня такой был тур казахский, потом я переехал через границу с Ташкент, когда нас попросили пристегнуть ремни, мне эта классная фраза, очень понравилась такая метафора, и я попробовал тоже ее проговорить с вами. Вот если мы сейчас с вами полетим и застегнем ремень, вот представьте, что мы с вами сидим в самолете, и вам говорят «пустегните ремни». Ну вы же реально отдаете себе отчет, что никакой роли этот ремень не сыграет, он вас никак не спасет. Но все же внутри мы с вами от чего-то застегиваемся, мы пытаемся с вами каким-то образом защититься. Каждый из вас сейчас сидит в своем коконе своих собственных интерпретаций. И все, что вы сейчас думаете о себе, обо мне, как вы смотрите в экран, это комплекс ваших интерпретаций. Комплекс не в плохом смысле и не в хорошем, а как система. Вы – это своя собственная система собственных мировоззрений, ценностей, убеждений, руководства, лидерства и всего остального. Вы сформировали его и сами, и внешней средой, и вашим воспитанием. То есть по большому счету мы все смотрим на мир через очки. Я недавно был в магазине в хорошем и примерял себе очки. И каждый из этих очков солнцезащитных, оно по-разному дает тебе возможность картинки. Некоторые очки с поляризацией, некоторые нет, некоторые ты видишь точку, некоторые антибликовые, все равно. Вот представьте на секунду, что все из вас сейчас сидят в своих собственных очках. Но кайф заключается в том, что количество этих очков в вашем наборе бесконечно. И в состоянии. Мы не сможем с вами поменяться. Это невозможно. Человека мне 52 года. Я формировал свои привычки 52 года. Если мне скажут, Ром, давай еще раз столько же, что еще 52 года, я-то не против. Но времени-то нету для этого. Соответственно, но я могу менять кое-какие вещи, о чем мы сегодня с вами поговорим. Я могу менять свои очки. И это и есть правило изменений. Будучи вдохновляющее лидерство. Саморазрушающее лидерство. Для тех, кто дойдет до второй части, я дам абсолютно новую концепцию лидерства. Она называется self-disruptive leaders. Это абсолютно новая концепция, сделанная компанией Corn Fairy. Но она очень классная. Она полностью ложится на мою философию. И она помогает действительно стать совсем лидером другого уровня. Поэтому, когда мы говорим, давайте пристегнем свои ремни, это значит, что мы пытаемся с вами застегнуться от какими-то своими собственными защитными механизмами. Так и вы сейчас. Вы тоже сейчас сидите в защите. И это классно. Потому что мы привыкли так жить. Потому что именно защита позволяет нам выживать каждый день. Вы банкиры. Вы прекрасно знаете, что это такое. Я работал в банках. Росбанк, ОТП-банк. Я знаю какие-то корпоративные системы. Я много-много работаю с разными компаниями. Что такое служебные записки, корпоративные интриги и так далее и тому подобное. Но не это главное. Главное, что вы руководители. А если вы руководители, ваша самая классная возможность, это значит, вы управляете жизнями других людей. От того, насколько классный вы руководитель, настолько классные ваши результаты. Это прямая связь. Не ваши работники херовые, а вы херовые руководители. Если у вас что-то не получается. И суть заключается в следующем. Что компания Гэлоп, крупнейшая аналитическая компания, уверен, что вы слышали эту цифру, проанализировала, что 20% увольняющихся, вернее 80% из всех увольняющихся уходят по одной простой причине. Уходят не из компании, а уходят от руководителя. Это значит, что в вашем вы, как ты конкретно, не важно, кто угодно, получается, что что-то не допилили в себе. Значит, не те очки мы на себя надели, что если люди от нас уходят. Автоматически, еще раз повторю простую вещь. Вы сейчас притворяетесь быть тем руководителем, притворяясь которым вы думаете, что вы классный. Все зависит от ваших очков. Если кому-то не понравилось мое начало, и он говорит, что это какая-то ерунда, спасибо, до свидания. Если кому-то понравилось, продолжаем дальше. У нас всего сегодня будет три часа. Что я планирую дать за три часа? Сегодня мы попытаемся расшатать нашу систему защиты. Это значит, что мы попытаемся посмотреть на себя чуть-чуть с другой стороны. Возможно, у кого-то получится, возможно, у кого-то не получится. Для того, у кого не получилось, есть мой номер телефона, и задайте мне вопрос. Удивительность заключается в том, что моя консультация, одна часовая сессия стоит 25 тысяч рублей. Я предлагаю всем, после 30 человек, которые были, вот Женя у меня здесь сидит на экране, на сессии было всего три человека. То есть получается, что людям даешь и не берут. А удивительно, что когда нужно, ты не знаешь, что делать. Итак, у нас всего три часа. Мы будем действовать быстро. Я говорю быстро. Если кому-то что-то не понятно, пожалуйста, запишите свой вопрос. Вот мы с вами все должны сейчас войти в поток. Это, знаете, какой-то определенный рода транс. У нас будет сегодня, сейчас, в ближайшее время, пять маленьких частей. После каждой части я буду останавливаться, чтобы не терять время. Кому зацепила эта часть? Кто испытал инсайты? Говорите. Чем больше вы проговорите в открытом микрофоне, тем больше вы поймете, тем больше вы сможете для себя взять. Поэтому начинаем двигаться очень активно. Итак, первое. Прежде всего, прежде всего, вы сейчас находитесь на работе. И это совсем другое дело, нежели где нахожусь сейчас я. И ваш стиль жизни коренным образом отличается от моего. Поэтому я перед вами преклоняюсь, в хорошем смысле этого слова, потому что каждый день вы отдаете всего себя своей работе. И это важнейшая вещь. И я действительно вам очень благодарен за то, что вы это делаете. Почему? Потому что каждый из вас несет в себе вот этот сгусток ценностей своей команде. Команда несет в процессы, дальше клиенты и так далее. То есть по большому счету от того, насколько вы себя отдаете, настолько клиент и приносит вам обратно результат. То есть по большому счету, сколько ты отдал, кратно получил. При всем при этом, вы с утра до вечера на работе. Я знаю, у меня многие друзья работают в вашем банке, коллеги, я фамилии называть не буду, потому что действительно там разного рода руководители. Соответственно, получается, что рабочий день у вас начинается там утром и заканчивается глубоко вечером. То есть по большому счету, жить-то некогда. А это значит, что все, что у вас происходит, происходит на работе. Таким образом, ученые посчитали, 70% времени сознательного после окончания института, до выхода на пенсии, человек проводит на работе. Если мы проводим на работе столько времени, то получается 70% нашей жизни отдает работу. Если она мне не в кайф, то я не на том месте. Если я утром заставляю себя идти на работу, значит, мне нужно что-то делать. Но при всем при этом, сегодня мы не про мотивацию, не про выгорание. Мы коснемся этот кусочек. Но это важно. Подумайте для себя на это. Еще одно правило простое. Давайте сразу договоримся. Если я вас прошу, оцените, пожалуйста. Это значит, мы принимаем шкалу от одного до десяти, где единица минимальная, десятка максимальная. Я буду задавать вопросы, а вы просто для себя внутри на своем листочке записывайте цифры. Может быть, как-то пометьте, что это за вопрос, для того, чтобы понимать примерно, где вы сами себя идентифицируете. Итак, помимо того, что вы фигачите на работе с утра до вечера, вы пытаетесь сохранить свои отношения дома. Человек – существо социальное. Невозможно жить в вакууме. Мы всегда хотим, чтобы рядом с нами кто-то был. Важнейшая психологически доказанная потребность человека – потребность быть нужным. Если мы не чувствуем душевного тепла, если мы не чувствуем любви и не чувствуем потребности, что мы кому-то нужны, мы начинаем искать эту потребность в совсем других чертах. В негативе, в алкоголизме, в переработках, в побегах от реальности. Это все следствие отсутствия нормальных человеческих отношений. Поэтому первый вопрос, который бы я хотел, чтобы вы сами себе задали. Оцените уровень удовлетворенности своими личными отношениями от 1 до 10. Просто поставили циферку и едем дальше. Итак, мы пытаемся сохранить отношения. И мы хотим, помимо всего прочего, быть хорошими родителями. Не у всех это получается. И если я с вами сижу сейчас по эту сторону экрана, а вы по ту, это не значит, что у меня все идеально. Я такой же живой человек, и у меня такие же проблемы, как у вас. Вопрос, может быть, я чуть более осознанно с ними понимаю, потому что я проговариваю это и про себя, и для вас. Вопрос другой. А насколько у вас сегодня вы чувствуете себя удовлетворенными? Насколько мы видим в детях простые вещи? Такое интересное, мы вчера разговаривали с экскурсоводом. Парень здесь, он на самом деле по национальности таджик, учился в Лондоне пять лет, работал в Арабских Эмиратах, но вернулся сюда, и у него семья труднее. Я говорю, слушай, почему? Почему ты не в Лондоне? Ведь это круто, это классно, это финансовая столица. Он говорит, знаешь, Ром, а всех денег не заработаешь. Я вот сейчас точно знаю, что у меня дома любимая жена, трое моих детей. А я вспоминаю, как я жил тогда. Это город безумного бега. Это все суетятся. Ты не знаешь, когда. Ты с утра до вечера на работе. Мы здесь спокойны. Я утром просыпаюсь. Я знаю, что меня ждет. Хочу и работать с экскурсоводом. Хочу и не работать. Мы для себя определили определенный уровень жизни. Но мы счастливы. Мы видим своих детей. Мы обнимаем их. Я целую свою жену. Я знаю, что у меня есть время на жизнь. Поэтому второй вопрос мой к вам, опять же, от единицы до десяти. Насколько вы себя считаете хорошими родителями? Для тех, у кого нет детей, простой вопрос, конвертация очень простая. А насколько я хороший ребенок? Насколько я хороший сын или дочь по отношению к своим родителям? Итак, мы впахиваем с утра до вечера. Мы хотим сохранить отношения. Хотим быть хорошими детьми или родителями. И при этом быть счастливым. Потому что если бы я спросил у вас сейчас самый главный вопрос, который вы хотите, это вопрос «хочу быть счастливым». «Хочу быть счастливым». А когда мы с вами бесели один на один с тобой разговаривать, то, слушай, я счастлив, конечно, но вот здесь у меня что-то не то. Вот здесь там как бы не так. Вот денег не так много. Я бы еще хотел там заработать. Я бы хотел там то, я бы хотел это. То есть получается, что счастье где-то здесь, а ты где-то там. То есть ты как бы, говоря о том, что ты в целом счастлив, получается, что ты счастье относишь сюда, а ты говоришь «я здесь». И вот мне это счастье будет только так, когда «если». Это, помните, такая в программировании, когда мы учились в школе, было очень просто. «If, then». Так вот, никаких «if» – ты либо счастлив, либо нет. А все остальные простые вещи, которые тебе дают, все остальное, ты просто наполняешь свое счастье другим составляем. Так вот, возможно ли быть счастливым? Ответ простой – да. Сегодня мы с вами разберем простые механизмы, как это сделать. Это напрямую связано с лидерством. Потому что несчастливый, загнанный, выгоревший лидер никакой нахрен не лидер. Это человек, который просто вырабатывается, приходит на работу, приходит для того, чтобы вполне возможно через проекции на своих подчиненных слить весь свой негатив, который он не может больше никуда слить. И тогда получается, что лидерство на самом деле – это называется погонка верблюдов длинным холстом под названием лидерство. Поэтому мой подход к лидерству через личность человека, через личность руководителя. Когда мы хотя бы поймем, где мы находимся, тогда нам станет вполне возможно разбираться то, а что со мной происходит и насколько я вообще в состоянии сейчас чем-то руководить. Может быть, мне нужно просто сейчас быстро зарядить свои батарейки таким образом, чтобы в конце концов хоть как-то существовать, потому что я токсичным стал для своих сотрудников. А если я стал токсичным для своих сотрудников, значит, люди по отношению ко мне испытывают негатив. Приходя домой, этот негатив множество и так далее. По сути, неуспешный, не лидер, не руководитель становится источником токсичности не только для себя, но и для всего коллектива, и для их семей, и для их детей, и так далее, и так далее, и так далее. С чего начнем? Можно ли вообще это? Да. Итак, первая часть из пяти маленьких сегодня сегментов, про которые мы с вами с тобой проговорим. Первое – это что ты хочешь. Поэтому следующее, что я хочу, чтобы ты записал на своем листочке ответ на простой вопрос. Я хочу. Приоритет этого хотения может быть любой, но я точно знаю, что когда я сейчас остановлюсь перед тем, как перейду на вторую часть и спрошу тебя, что ты хочешь, ты должен мне что-то сказать. Мы слово «должен» пока поиспользуем, потом мы к концу разберемся с ним. Я бы хотел услышать от тебя, что ты хочешь. И это тоже такая рефлективная вещь. Забыл сказать простую вещь. Мой вебинар пролонгированного действия. Что это значит? Это знаете, когда вы там начинаете, но он не так быстро останавливается и еще и догоняет. Есть такое слово «приход», как говорится. Вот мы, может быть, сегодня прослушайте вас никак, а потом придете домой, и наступит момент инсайтов, и они начнут приходить. А если вы начнете рефлексировать, еще раз напомню, что событие вдохновляющего лидерства может произойти, а может и нет. И нет, а не моя задача. Моя задача – отработать на 100%, но готов ты взять или не готов – это вопросы к тебе. Итак, запиши ответ на вопрос, что ты хочешь. Дальше. Мне бы хотелось, чтобы в процессе нашей работы ты задумался о том, а кто ты вообще? Что за личность ты есть? Ведь личность – это очень глубокое психологическое понятие, соединяющее в себе колоссальные вещи. Это и характер, это и личностные черты, это и чувства, и умение проявления эмоций, и психологический тип, это и понятие умения эмоционального интеллекта, это твоя мораль, это твои ценности, это твои убеждения. Кто ты за человек? Чтобы ответить себе на этот вопрос, тебе будет домашнее задание. сразу тоже себе запишите. Домашнее задание. Оно очень простое. Я потом его повторю в чате или перешлю надежде. Спросить минимум у трех коллег, у трех подчиненных и у трех руководителей. Получается матрица. Три, три, три. Три коллеги, то есть любые руководители одного уровня. Три сотрудника. Причем спросите у тех, кого вы больше всего не любите. Тех, с которыми у вас и реальные эмоциональные такие какие-то, ну, здесь качели. Причем эти эмоциональные качели, это не проблема того человека, это твоя проблема. У его трех руководителей разного направления. Вопрос очень простой. Какой я человек? Не уверен, что все ответы тебе понравятся. Но для этого мы и делаем, что лучше знать. Есть такой подход интересный, рискоориентированный менеджмент. Что это значит? Это значит, что мы взвешиваем в целом все риски. По большому счету банкиры, мы с вами, это вообще про риск. Платность, возвратность и срочность. Наши три главные темы. Так вот, неприятный разговор. Хорошо ли это, или плохо? Может быть, потом его послушать? Так вот, риск, управление основано риски, говорит. Неприятный разговор, чем быстрее проведешь, тем быстрее выйдешь в зону приятностей. Чем дольше ты будешь его откладывать, тем хуже у тебя будут результаты. И если ты не любишь своего человека, которым ты живешь рядом, это значит, что ты будешь дольше откладывать, а потом, когда ты будешь на пенсию, ты посмотришь, и разрушенная личность твоя и твоего второго человека и жизнь прожитая. И что тогда? Второго шанса у нас нет. Нам никто не дает возможности. У нас вообще нет никаких гарантий. Нам Господь Бог дал просто условно говоря возможность, краткосрочный период жизни пожить. Завтра? Может, будет, может, нет. Десять лет? Слава Богу. А может и нет. Как сказал дорогой мой любимый персонаж Воланд, человек смертен, причем внезапно. Итак, с личностью разобрались. Сильные стороны. Сильные стороны – это то, о чем вам будут говорить. Какой вы человек, в первую очередь, будут называть ваши сильные стороны. Да вы, ты их сам знаешь, потому что ты вытаскиваешь себя за волосы, как барон Мюнхгаузен в самой ситуации, эксплуатируя свои сильные стороны. Ты пытаешься на них выехать. Но не забудь, что на самом деле не только из сильных сторон ты состоишь. Есть еще другой большой плац, там, где у тебя полная жопа. И там, где ты не понимаешь, что происходит. Это могут быть отношения, это могут быть финансы, это могут быть, не знаю, здоровья, это может быть спорт, это может быть твое хобби, это может быть развитие твоего интеллекта, это может быть все, что угодно. Темные области твоей личности знаешь только ты. Но плюс того, что ты знаешь свои сильные стороны, говорит тебе о том, на что ты можешь опираться. Это значит, что в любой ситуации, что бы ни произошло, ты знаешь, что тебя эти стороны не подведут. Поддерживать их в нужном состоянии. Чтобы понять, какие мои стороны сильные, какие мои стороны слабые, а это второй мой вопрос, анализировать зоны развития. Я дам простой механизм, я не буду его разбирать, но каждый из вас его знает. Это называется свод-анализ. Свод-анализ – простейшая матрица. Все, что работает вообще, все самое простое. Она работает вот таким образом. Просто лист делишь на четыре части, верхняя сторона, сильные стороны, зоны развития, угрозы и возможности. Все просто. Вопрос – что оценивать ты будешь? А вот здесь у тебя выбор любой. Какой я руководитель – первая матрица. Какой я человек – вторая матрица. Какой я сын. Какой я муж. Какой я родитель. Какая я жена. Какой я друг. Какой я специалист. Какой я профи. И так далее. Выбор за тобой. Все, что ты хочешь. Но самое главное потом – сделать эти матрицы. И в той комнатке уединенной, где тебя никто не видит. Знаете, кстати, удивительная вещь. Сейчас вспомню. Вчера гуляли по одному из миноретов. Вернее, не миноретов, а мечети. И там вот огромный зал для моления. И вдруг маленькая дверка. Я спрашиваю спецовода, а что это? Он говорит, вы знаете, а здесь имамы все по очереди. Раз в году закрывались на 40 дней. Они не видели солнца. А если они выходили, они накрывали голос. Они ни с кем не разговаривали. Им приносили пищу. Они сидели и размышляли. Они читали Коран и размышляли. На самом деле, это все… Цифра 40, она уникальна. 40 дней православный пост. 40 дней приживается ребенок, родившийся. 40 дней мы как бы поминаем ушедшего человека. У нас нет с вами возможности 40 дней побыть в дофаминовом, в дофаминовой изоляции. А это нужно каждому из нас. Простой совет. У меня будет возникать по ходу, буду говорить хотя бы раз в месяц, хотя бы полдня без телефона, без всего, в тишине. Посидеть, походить, подумать, вернуться к себе, дать себе возможность восстановиться. Следующая задача – это принять свои ценности. Останавливаться сейчас на этом не буду. По ценностям у нас с вами будет целый отдельный кусочек, поэтому с этим кусочком мы пройдемся дальше. Поехали. Понять себя. Вот здесь эта штука сложная. Если мы попытаемся понять свою личность, а понять себя, что это значит? Ну, первое, конечно, наверное, это все-таки попытаться разобраться, кто я есть. А для того, чтобы разобраться, есть такой вопрос. Он очень простой. Сначала расскажу анекдот. Значит, 1917 год. Священнослужитель идет по Петербургу. И вдруг его из рабочей крестьянской армии встречает матрос, то ли рабочий, неважно кто, направляет на него винтовку со штыком и говорит, ты кто? Куда идешь? И зачем? Батюшка остановился и говорит, молодой человек, вот вам гривенник. Я завтра тоже приду сюда. Задайте снова мне эти вопросы. Три главных вопроса психологии, коучинга, неважно любой науки, которая работает с людьми. Кто я? Ну, просто мы можем усилиться залогом. То есть, на залоге, если кто-то у вас поступит, я бы... Ребят, у кого микрофон включен, про залоги можно отключить. Куда иду? Зачем? К домашнему заданию, пролонгированному. Кто хочет? Попытайтесь себе ответить на эти вопросы. Дальше. Цели. Простая вещь. На самом деле, невероятно сложная. Связана с тем, что мы не знаем, чего мы хотим. А если мы чего-то хотим, то мы не знаем, нужно нам это или не нужно. А если нам нужно это или не нужно, то получается, нам это на самом деле-то и не важно. А если важно, тогда это не цель, это тогда отложенное желание. Вот еще раз попробуйте понять. Если что-то есть, и я этого еще не получил, для меня это не важно. А если это важно, то я просто не хочу это делать. И здесь уже тогда совсем другой вопрос. И это, наверное, тогда к психологу. Там за консультации, сессии, психоанализ, любая другая школа психологии. Ну, здесь нужно как-то быть дальше. Итак, цель. Вопрос в нашем листочке. Ответьте. Какая у меня цель? Или я бы хотел, чтобы вы сейчас записали свою цель. Неважно. Цель как лидера, цель как руководителя, цель как человека. Любая цель, которая поможет вам, по крайней мере, ответить себе на этот вопрос. Развить в себе стрессоустойчивость. Мущество людей, с которыми я работаю как коуч, задают мне простой вопрос. Я устал. Что мне делать? И, наверное, вот эта усталость накопленная, которая не позволяет нам с вами смотреть на жизнь совсем под другим углом, говорит о том, что уровень нашего стресса зашкаливает. И ясно, почему. Работа, отношения, проблемы, внешний кризис, внешняя политика. Все это на нас накладывается, и мы с вами становимся, знаете, объектами такого белого шума. Что делать? Ответ здесь очень простой. Как ни странно, это, опять же, информационная блокада раздражающих факторов. Первое. Привести себя в порядок. Это значит быть эмоционально устойчивым. Что это значит быть эмоционально устойчивым? Стресс, стрессоген, который возникает, он всегда бьет в одну и ту же точку. То есть у нас является раздражитель, реакция. Это, знаете, как у устрицы. У нее створки захлопываются при любом моменте. У Стивена Кови есть книга, о которой мало кто знает, и она достаточно интересная. Она называется «Третья альтернатива». Третья альтернатива говорит нам о следующем, что в момент, когда появляется раздражение и реакция, существует очень маленький зазор выбора, осознанного выбора человеком своей реакции. Что это значит? Это значит, что в момент, когда мы с вами реагируем, и мы говорим, что это кто-то виноват в том, что я так реагирую, мы с вами уходим в позицию жертвы. Позиция жертвы – это значит отсутствие ответственности. Ответственность – это значит, что ты несешь ответственность за реакцию, какой бы ни был раздражитель. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас есть возможность все-таки реагировать правильно, для того, чтобы это сделать, необходимо пройти три простых стадии. Первое. Определить, что для меня является негативной реакцией, которую я постоянно демонстрирую. Как только я осознал, что, да, например, в случае каких-то обстоятельств я начинаю кричать. И это значит, что стрессогент, который вызывает во мне это состояние, я не смогу исправить в моменте, но я точно могу понимать, что я его заметил. Я его заметил, и теперь я его начинаю замечать. И пусть пройдет какое-то время, вы не сможете не кричать, но как только вы начинаете замечать, следующий шаг, начинает возможность выбор. Заметили? И прежде, чем открыть рот и начать орать, у вас появляется выбор между тем, чтобы продолжить, как ты делал всегда, или попытаться добавить какое-то новое будущее. Так вот, экстраординарное будущее. Смотрите, скажу сейчас очень важную фразу. У каждого из вас сейчас есть возможность получить любое будущее, которое вы хотите. И это можно сделать буквально за несколько секунд. Принять определенные решения, начать действовать и определить, что важно. Помните, три важных слова, которые я хотел бы, чтобы сегодня вы для себя ушли в формате вдохновляющего лидерства. Важно. Приоритеты и маленькие шаги. Движемся дальше. Зарядить свою батарейку. У каждого из вас батарейка разная. И уровень пополнения энергии, он тоже разный. Для кого-то важно почитать книгу, для кого-то важно заняться сексом, для кого-то важно поговорить с другим человеком, для кого-то важно попутешествовать, помолчать, не знаю, закрыться, выпить бутылку водки, что угодно. Но мы точно понимаем, что вот эти индивидуальные особенности зарядки батарейки, если они не токсичны, если они не разрушают здоровье, должны создать такую батарею ваших привычек. И как только вы чувствуете, что у вас снижается уровень энергии, там, позаниматься спортом, пробежаться, встретиться с любимым человеком, сходить в кино, сходить в театр. Бог думает, мы живем в такой стране, в которой сейчас, несмотря ни на что, все возможности для этого есть. Мало того, вы работаете в хорошей компании, и в целом, уровень экономической свободы у вас тоже, слава богу, есть. Поэтому все, что у вас есть, это огромная палитра инструментов подзарядить свою батарею. Если мы с вами определяем, что я хочу, принимая свою личность, определяя свои сильные стороны, зная то, что мне надо развивать, понимаю обратную связь от моих коллег, руководителей и подчиненных, управляя своим стрессом, зная, что мне нужно делать и как заряжать батарейки, есть вероятность, что состояние потока, о котором писал Михеич и Алексей Михай в своей книге «Поток», если кто-то не читал, почитайте, или хотя бы смарт-ридинг послушайте, тогда появляется надежда, что в процессе Мореи работы она будет приносить мне вдохновение. А вдохновение равно состоянию потока, получение гораздо больше энергии, чем больше ты работаешь. Не энергозатратная работа и жизнь, а энерговосполняющая работа, лидерство и управление. Это значит, от того, что я делаю свою работу, от того, что мне ставят планы, которых я вроде как бы понимаю, что я не выполню, от того, что мне ставят TPI, которые там нереальны, или от того, что мои там, условно говоря, бесконечные тупицы, являющие моими подчиненными, будут мне поговорить, я считаю, от всего этого буду испытывать вдохновение. Ведь на самом деле, получается, что вдохновение это такое состояние, когда мне хочется продолжать работать, несмотря ни на что. Мне хочется жить, несмотря ни на что. Мне хочется творить, несмотря ни на что. Но в основе всего прежнего, как мы с вами говорили, смотря на свою оценку, как я считаю, насколько удовлетворен своими обстоятельствами, своими отношениями, задача стоит через укрепление семьи. То есть в чем главная задача лидерства вдохновляющих? Если мужчина пришел на работу, когда ему утром жена вынесла мозг, какого бы уровня он ни был, от председателя правления банка ВТБ до любого сотрудника дополнительного офиса в любом филиале, он не будет быть эффективным. Он будет думать о том, что ему вынесли мозг. Поэтому, если женщина пришла, которая на работу, которая не удовлетворена тем мужем, с которым она живет, уровнем отношения с ним, уровнем финансовой ответственности, детьми, квартирой, машиной, дачей, чем угодно, она будет думать об этом. Поэтому эффективного потока от того, что я суперлидер, не получится. Задача направить в начале состояние в семью, укрепить свою семью. И это не просто, это время не одного месяца, возможно, года. Но если вы не запустите этот процесс, то процесс разрушения рано или поздно вас догонит. И тогда получается, что в целом, что бы мы с вами не сделали, вы будете просто переживать состояние на работе для того, чтобы пойти и вернуться туда, где вы, собственно говоря, и живете. На работе вы жить не будете, хотя это на большинство времени проходит. Бедные ваши подчиненные, которые будут постоянной ротацией, люди, которым выгодно с вами жить, которые нашли ваши слабые места, уязвимости, которые подстраиваются под вас и знают, как им ничего не делать, управляя вами. Тогда у нас получается выбор. Либо мы действительно стараемся, чтобы мы были эффективными, эффективными, вдохновляющими лидерами, или мы не такие. Ну что ж, в конце вот этого подхода, связанного с тем, что нам нужно, я бы хотел, чтобы вы увидели будущее, вы увидели свою мечту, свои перспективы, а что мне делать? Что такое перспективы? Перспективы могут направляться с точки зрения вас как руководителя в следующих направлениях. Первое – карьерная перспектива. Второе – семейная перспектива. Третье – профессиональная перспектива и личная перспектива. Получается, карьерная, профессиональная, семейная и личная. Все, три направления работы. И эти три направления работы вы можете оценить сейчас. Если взять, условно говоря, как мы с вами взяли, сделать такой трелучник, условно, и он будет вот так. Точка – это я, от нее исходят три перспективы. Личная, профессиональная и семейная. Под словом семейная я подозреваю более широкие такие моменты, связанные с личностью, с личным развитием, я – это точка ноль, конец стрелки точка десять, оцените, где вы сейчас, насколько вы видите свои перспективы, насколько я вижу свою личную перспективу, насколько я вижу перспективу профессиональную и насколько я вижу свою семейную перспективу. вопрос можно? Сейчас буквально, у нас несколько минут, и мы, наверное, сейчас уходим на… Сейчас я отключаю слайды и будем вопросы задавать. Соответственно, все это и есть жить, жизнь. Соответственно, как только мы понимаем, что мы живем, а не просто, как сказать, существуем время от того, как я уснул и проснулся, тогда, наверное, это да. Первую часть мы закончили, презентацию сейчас отключаю, готов выслужить вопросы, инсайты, кто хочет, поделитесь и погнали дальше. Так, поехали. Микрофон и камеры включаем. Субтитры создавал DimaTorzok